Это Мэда, я из лагеря беженцев в Питере, Швеция. Мама там сделала себе очень хорошую карьеру, за что я, не сказано, рада. Я состою в тусовке Ra Productions. У меня был один с половиной, так как я уже больше года в Москве, то есть я в свое время половину жизни провела в этом эмигрантском районе. В Швеции, кроме музыки, я занималась активно спортом, тэквондор в особенности. На учебу я практически забила, потому что меня не интересовало то, что мне предлагалось за бесплатно. Меня не интересовали эти профессии. Был американский филиал, очень известный по всему миру, где могли научить на звукорежиссера, битмейкера именно в жанре хип-хоп. У меня на тот момент не хватило финансов, чтобы оплатить эту учебу. И работать, и платить по счетам было очень несовместимо. В том, общение с эмигрантами, районы с криминальным уклоном и какие-то участия в действиях, может быть, не совсем законопослушных, они оставили свой отпечаток, и были и проблемы с этим, и проблемы с законом. Мы не будем вносить все на свет сразу. В Швеции вообще музыка очень неразвита, и там очень хорошо воспринимают, в принципе, любой жанр музыки. Нету такого непонимания, как здесь, но здесь это можно понять, так как в России этот жанр ужасно неразвит. В молодежных клубах хип-хоп и настоящий R&B, вот не такой, как в России, а именно настоящий, оно присутствует постоянно. То, что делают в России и хип-хоп и R&B, это жалкая пародия на то, что есть на самом деле. Жалко в плане, я не говорю о аранжировых, там стыренных у кого-то западных исполнителей, да, а еще и по исполнению. То есть у нас это не вытягивается. Все-таки, когда ты делаешь какую-то музыку, надо этим жить в плане того, что это состояние твоей души. Здесь же это просто какие-то стразы и блестки, и какое-то клеймо на задницу какой-то гламурной телки в каком-то дебильном клубе. Просто позор. То, что здесь зовется R&B, вообще мне смешно. Если человеку интересен этот жанр, и он считает, что он вот этим прямо живет, он этим дышит, и у него что-то получится, то надо просто развиваться и стараться сделать так, чтобы из этого вышло что-то достойное, а не то, над чем люди просто смеются. Те люди, которые по-настоящему в этом что-то понимают. Это телевидение, это просто порнография, а не ред. Не провалитесь, подлёд! Дело в том, что переехав в Стокгольм, я начала активно смотреть MTV, так как в России его на тот момент не было, а у меня музыка как-то вот получилась, что всю жизнь очень интересовала. Я стала писать тексты, причем мои первые тексты были на английском. Первое мое знакомство с рэперами все-таки случилось в Петербурге. У меня там появилась своя тусовка, и вот так вот пошло-поехалось. Первый сутрек я записала в 2003 году, но после этого я какое-то время бездействовала, так как для меня это было сперва не больше, чем хобби, какое-то увлечение. Постепенно это перетекло в стиль жизни, и сейчас я, можно сказать, этим живу. Я буду краткой, была рождена, чтоб навести в рэпе поезд. Кэй-оу, кэй-оу, это нокаут, мой стайл, мой рэп. У меня, конечно, ближе русский менталитет, и поэтому я не имела вообще ничего против, чтобы вернуться в Россию жить. Я вот всегда была революционером, потому что сейчас пора навести, сделать революцию в рэпе. Или то, что я репрезентов, то есть про себя там много делаю. Те люди, которые меня знают, да, они понимают, что я вложила в это много иронии. Люди, которые даже меня не знают, они для себя откроют что-то новое. Как бы люди не отреагировали, это мимо не пройдет. Ну, нокаут-трек — это репрезент. Там описывается мой взгляд на современную сцену хип-хопа. Кэй-оу, кэй-оу, это нокаут, мой стайл, мой зэд. Бьет, ну, гад, точно, я буду краткой. Была рождена, чтоб навести в рэпе поезд. Кэй-оу, кэй-оу, это нокаут, мой стайл, мой зэд. Если вы забыли, что я только что сказала, была рождена, чтоб навести в рэпе порядок. Я уже заметила, что очень многие женского пола люди начинают уже очень сильно копировать и пытаются всячески содрать мой стиль и мои фишки. Девочек в рэпе мало, потому что девочки, они обычно очень женственные. Это не тот жанр, где следует себя проявлять, тогда лучше петь. Девчонки не очень много этой музыки слушают. Мне нравится, что все очень быстро происходит, то, что сперва сидели на студии, там делали-делали треки. Сейчас сняли клип на песню «Нокаут». Мне понравилось то, что съемки получились уличными. Я сама могла выбирать персонажей, которые там участвуют. Все люди, которые в кадре, это действительно мои ребята и девчонки. Это те люди, которых я хотела видеть в этом клипе. «Нокаут», в моих глазах красный огонь, надо «Нокаут». Я из лагеря беженцев, Китера, Швеция. Мой сталь, валить пачками начал горячих. Мачу в Версачи не только тачку, а весь ваш рэп на прокачку надо. Когда я видел в эфире только гибридов. Стиренный бит, ты дайте, дайте мне биту. Период делать вам выводы, вы ведь имеете виды. Если у тебя этого в крови нет, ты ничего не сделаешь нормального, будешь дальше продолжать копировать меня. Я их называю «тикзы». Да, я не хожу, но меня это как-то не колышло. Это очень полезная информация для вообще развития себя даже.